Шведские фермеры на Чувашской земле. В Шумерлийском районе поднимается новое хозяйство с иностранным акцентом. Уже второй год здесь трудятся шведские аграрии. Они выращивают масляничные и злаковые культуры. В планах предприятия ввести все в оборот порядка 5000 гектаров пашни. При этом общий объем инвестиций за 4 года должен составить более 70 миллионов рублей. Павел Храмкин подробнее об амбициях зарубежных землепашцев. Сейчас эти ангары недостроенные пусты, но уже к концу лета их планируют до отказа загрузить собранным зерном. Шведская компания Кеннет постепенно осваивается на Чувашской земле. В собственности предприятий уже 300 гектаров. Чтобы их получить иностранцы оформили русское гражданство. Еще более 700 гектаров в аренде. И местные владельцы хотят увеличить эту цифру до 5000. Смотрели анализ земли. Очень хорошая земля. Не хуже, чем другая страна или другой страны в мире, могу сравнивать. И большой проспект. Думали, не делали план, бизнес-проект и дальше начал работать. И у нас, смотрю, что очень большие возможности. Здесь конкуренции нет. Земля лежит 10-15 лет. Никто ничего не делает. И решили ее заниматься. Уже второй год шамерлинские поляло сделают шведские сельхозмашины. 24 часа в сутки. На техническое оснащение фирма потратила 20 миллионов рублей. Отсыпаться шведские аграрии будут зимой. Сейчас завершают посевную. Предприятию необходимо засеять пшеницей 280 гектаров, рапсом 900. Для этого приобрели 50 тонн элитных семян. Новые технологии позволяют неплохо зарабатывать на сельхозпродукции. К тому же, такие машины требуют в 6 раз меньше затрат, чем белорусские модели, которые так распространены у нас в республике. Это высокорентабельное предприятие. Сейчас здесь трудится всего 10 человек. И этого пока достаточно. Местные жители все с большей охотой идут в рабочие к иностранцам. Мы сейчас на окладе, как бы 10 тысяч оклад. По выработке еще надбавка как премиальная идет. Ребята раньше работали, нормально, мне говорят, не обезжают. В Москву. Кому нравится, пускай ездит. Нам-то здесь хорошо. Инвестиционные проекты будущего района отмечает местная администрация. Это не только дополнительные рабочие места, но и отчисления в казну. К тому же освоена территория, которая не использовалась долгие годы. Чиновники заверяют. О том, что шведский фермер будет портить чувашскую землю, думать не приходится. Мы согласованно с ними работаем. Все их действия уверяют, они с нами. Поэтому такой опасности, что где-то ГМО появится и так далее, нет. Потому что нынче они посеяли яровые российские семена, причем элитные они завезли. По гербицидам, по химпрепаратам, тоже так же с нашей агрономической службой, с сельхозотделом. Идет полная согласованная работа. По производительности шведские аграрии уже обогнали несколько сельхозпредприятий в районе. На будущий год здесь хотят расширить бизнес-план. В перспективе производство белотоплива. Павел Храмкин, Леонид Петров, Александр Яковлев, Вести, Чуваша.